Я надеюсь, что новый наш проект «Любители переключений» удовлетворит, потому что мы сами, когда придумывали эту историю, разрабатывали ее, мы, конечно, потирали ручонки в предвкушении того, что нам предстоит. Фильм получился переключенчистым как изнутри, так и снаружи. Внутри это было по сценарию, а снаружи все, что мы, да, вас переживали, все это можно смело и без всякого преувеличения назвать невероятным приключением. Нет, ну нормальный вопрос. Почему вы думаете, что если он… Во-первых, в нем нет особой даже критики, потому что, ну, пародии бывают просто талантливые. Мы такой задачи специально не ставили перед собой, делать это пародию. Но мы и не делали кино, как говорится, со звериной серьезностью. То есть там много шуток, какого-то юмора. Судя по тому, как реагируют зрители и то, что мне рассказывают зрители, этот юмор живо поддерживают, смеются, переживают. Поэтому, ну, это, знаете, кто как хочет, так выйдет. Если человек увидел в этом фильме пародию, специальной задачи, еще раз повторяю, не было. Мы делали фильм в стиле, безусловно, Индиана Джонса, я держал в голове, как главный референс Индиану Джонса. И я очень рад, что если вспоминают именно Индиану Джонса, а не, например, Uncharted или другие фильмы, там, Кот да Винчи и прочие фильмы, в которых история рассказывает про то, как люди ищут сокровища, а именно вспоминают Индиану Джонса, значит, моя задача была реализована. Значит, то, что я хотел, чтобы зритель увидел, именно это зритель и видит. Да. Да. Когда я был маленьким, родился я в Крыму, я очень хорошо помню, там есть такой перевал, на его вершине была какая-то битва в девятнадцатом веке, и написано было, что в этом месте, значит, пуля выбила глаз Кутузову. Всем известно, что Кутузов на глаза был с какого-то момента. И я, честно скажу вам, ходил, мне было там, блядь, пять-шесть, очень внимательно всматривался в землю, веря почему-то, что я найду эту самую пулю, и на ней, я представлял себе, будет выгравирована. Эта пуля выбила глаз Кутузова. Так что да, я всегда был одержим кладами.